Омские чиновники обвиняют строителей в том, что те положили некачественную тактильную плитку на переходах в центре Омска. И при уборке она откалывается не потому, что коммунальщики отбивают с нее снег, к примеру, ломом, а потому, что рабочие изначально не соблюдали технологию. Спустя полгода после реконструкции улицы Ленина от специальной разметки для слабовидящих не осталось и следа. Несколько раз в день переход очищает бригада рабочих. Это нужно делать специальными инструментами. Ну, например, на лопаты надеваются специальные резиновые скребки. Но даже на показательной чистке подземного перехода на улице Ленина наш корреспондент их не увидел. Однако, по словам чиновников, ломается плитка все же по вине тех, кто ее укладывал. Если она качественно выполнена, тактильная, она не снимается. А если она некачественная, как и будет, ну, можете сняться. Ну, хотя срок службы разметки от трех до пяти лет. Работы по благоустройству улицы выполняла компания «Идеалстрой» в прошлом году. Всего на реконструкцию Любинского проспекта и двух прилегающих скверов ушло около двух миллиардов рублей. Деньги выделила компания «Газпром». Продолжение следует... Продолжение следует...